Снова в гостях с Евгением Фестером. Женя, привет. Привет. Женя, у нас была с тобой, так сказать, идея поговорить на тему другой крупной компании, легендарная, в которой ты работал и, в общем-то, как соучастник, так сказать, успеха, знаешь ее изнутри. Это компания Blazer. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты в нее пришел, как ты ее увидел, любые твои впечатления, так сказать, от внутренней культуры жизни? Пришел я туда впервые в 2006 году как практикант. Я учился тогда в институте, мне нужно было пройти семестр практических занятий. Случайным образом туда попал и получилось так, что после этого семестра мне предложили там остаться и написать там свою дипломную работу, куда я пришел там полгода спустя, написал дипломную работу и мне предложили рабочий договор. Так и так я там остался. Эта компания была первая, где я серьезно соприкоснулся с оружием, то есть какие-то моменты раньше были. Отец несколько лет к тому времени был охотником, то есть оружие у меня в руках бывало, я и стрелял, было очень интересно, но вот именно работать с оружием там мне довелось впервые. Я тогда только закончил институт, когда начал там совсем как бы официально и в полном масштабе работать, было очень много чему поучиться у конструкторов, просто у всех сотрудников компании, как оно устроено, как оно работает, какие у них там методы производства, как оружие не только конструируется, но и собирается, производится. Все было очень интересно, очень увлекательно. Скажи, пожалуйста, вот как молодой специалист, когда ты приходишь, какое к нему отношение? Это больше из серии там покорми собак, ничего не трогай и просто сиди, присматривайся там, ну так сказать, мальчики на побегушках или все-таки тебе доверяют какие-то серьезные? Какая степень, ну то есть насколько тебя отпускают вот в это плавание? В это плавание сейчас наверняка все изменилось, сейчас все по-другому. В те времена было достаточно, что я немного рассказал о себе, то что я служил, то что я интересуюсь оружием, то что я к тому времени был уже стрелком. Этого было достаточно, чтобы меня после, скажем, короткой проверки на вшивость, на профпригодность признали годным для того, чтобы спустя там несколько месяцев доверить мне один для начинающего специалиста очень серьезный проект. Это серийное сопровождение модели Mauser M03. То есть к тому времени этот карбин уже было несколько лет на производстве, но там постоянно всплывали какие-то мелкие детские болезни, какие-то там изменения в деталях и вот этим занимался я. То есть мне нужно было досконально изучить модель, все о ней знать, все чертежи фактически наизусть помнить, чтобы заниматься именно вот этим вот обеспечением серийного производства. Скажи, пожалуйста, вот часто люди думают, что изделие один раз придумали, изобрели, один раз бог с ним, там технологи поборолись, придумали как его производить и все, в принципе оно шло в плавание. Но вот есть, я не знаю, как в Германии, в Штатах есть такой термин sustainable engineering, такой сопровождающий engineering. То есть когда этим уже не совсем конструктор, так скажем, R&D придумывающий занимается, а конструктор производства, который его поддерживает. А в чем суть, вот так сказать, этой поддержки? Что там может происходить, вот что-то из твоей практики? Что происходило, что было необходимо подключаться и как-то решать проблемы? Произойти может все, что угодно, начиная там от внезапного отказа каких-то деталей или механизмов, где может выясниться, что деталь просто перегружена и она не справляется с постоянной или длительной нагрузкой. То есть на момент, когда оружие в кавычках изобреталось, проверялось, оно все работало, но как только оно перешло какой-то там рубеж нагрузок или просто проверку временем, какие-то детали или механизм начинают выходить из строя. Это может быть и в этой серии на сопровождении таким, что, например, поставщик материалов, который тебе делал одну конкретную деталь из одного конкретного материала, внезапно сообщает о том, что этого материала у него больше нет и не будет. То есть он просто вот стал либо очень дорог, либо просто в его ассортименте больше не появляется. Тебе нужно найти соответствующую замену. Очень часто в работу с поддержанием серийного производства входит также работа с косяками отдела контроля качества или отдела производства. То есть детали сделаны с неправильным допуском или где допуск больше или меньше, чем нужно. На очень многих деталях это очень критично может быть, на некоторых деталях это вообще не критично. То есть если у меня, грубо говоря, в чертеже прописано расстояние, где антабка заднего ремня в прикладе порядка 70 мм от пятки затыльника сидит, а на парте ложь его сделали на 3-4 мм в другой позиции. На чертеже стоит допуск в 1 мм. Мне как инженер нужно это проверить, нужно дать свое добро, пускать его в производство или не пускать. То есть в таких некритичных деталях ты даешь добро, несмотря на то, что детали не соответствуют чертежу. Это нормальная практика везде. В некоторых моментах, когда разговор идет о важных десятках или даже сотках миллиметров, ты такие вещи, конечно же, не пропускаешь. Также в мои обязанности тогда входило и обеспечение линии сборки всеми необходимыми приспособлениями. То есть если кто-то обращался сразу с предложением, вот давайте мы сделаем приспособу, чтобы собирать, скажем, спуск, который состоит из 3-4-5 деталей, не вручную, как это обычно делается, а вот сделаем небольшую приспособу, вложим деталь сюда, будет легче загонять штифт. Это все оценивалось. Если получалось, что да, будет гораздо быстрее, если линия сборки получит такую приспособу, то я как инженер такую деталь конструировал, такую приспособу и запускали ее в производство. Скажи, пожалуйста, вот ты, как молодой инженер, какая была иерархия, насколько у тебя была степень свободы в принятии решений или необходимо было все согласовывать, то есть отработать свою часть, но принести, так сказать, на доклад и получить да, добро, да, можешь менять, не можешь менять. И, в принципе, какая иерархия, так сказать, структура может быть в компании? Структуры могут быть разные. На тот момент, когда я на Блазер начинал, у нас был начальник конструкторского бюро, с которым молодые инженеры, да и все остальные тоже обязательном порядке обговаривали все принятые решения. То есть, возникла какая-то проблема, я нахожу решение, в идеале там одно, два, три, несколько. И вместе с главным инженером мы оцениваем их степень пригодности, их степень полезности или даже просто себестоимости. И после того, как он это проверил, отец сказал, вот давай, делаем вот это, тогда это все доводилось до ума. Скажи, пожалуйста, как выглядело взаимодействие с другими подразделениями? Ну, например, там с технологами, с отделом качества и так далее. Я просто поясню, иногда бывает война, чуть ли не внутри корпоративная война, когда конструктора нарисовали и говорят, а вы там крутитесь сами, как хотите, делайте, вы тоже инженеры. А технологи на это отвечают, говорят, ну какие-то идиоты нарисовали, а это сделать невозможно, либо безумно дорого. Вот как у вас в Блэйзере с этим обстояло? Как выстраивались отношения? Отношения выстраивались практически всегда дружественные, потому что мы все считали себя как бы одной большой семьей, мы все работаем ради одной цели и воевать открыто с кем-то, ну не то, что не приветствую, а просто не принято, потому что это создает ненужные проблемы и тратит твои ресурсы, совершенно бесполезную вещь. Мне как молодому специалисту всегда было очень интересно и очень полезно узнавать мнение технологов, то есть люди, которые десятилетиями производят какие-то детали, которые точно знают, на какой машине его будут производить, на каком станке, какими методами, то есть какие операции будут производиться сначала, какие потом. И поначалу, да и потом тоже я всегда консультировался именно с главным технологом, чтобы он как бы с вершины своей мудрости подсказал мне, как эту деталь сделать проще, легче в производстве и так далее. То есть я всегда, и другие конструкторы тоже прислушивались к их мнению. Отношение с делом, которое качество всегда было тоже такое, что им требованиям приходилось прислушиваться. Я не знаю, как это принято в советской или американской школе конструирования. У нас в немецкой школе конструировано есть три варианта, как ты можешь создать и образмерить деталь. Ты ее можешь сделать удобной для производства, то есть считывание размеров, ты можешь его сделать удобным для проверки на отделе или ты можешь его сделать удобным для проверки именно как в функциональной части. То есть размеры могут быть совершенно дикие, которые очень сложно проверять, но они тебе дают наиболее понятное представление о том, где какие поверхности, с чем сопрягаются. Здесь всегда был такой компромисс сделать это так, чтобы размеры и легко читались, чтобы они были понятны и технологам, и те, кто их проверяет, и чтобы там также были указаны важные для функционирования оружия размеры. Хорошо, ты говоришь о том, что очень важный момент, о том, что все, в принципе, воспринимали себя как единую команду, работающую на один результат. Соответственно, у меня возникает вопрос, насколько крупная была компания в целом и насколько крупные были подразделения, то есть сколько конструкторов, сколько технологов? На тот момент в компании было порядка 300 человек, около. Большинство из них работало на производстве, на линии сборки. У нас в конструкторском деле было 13-14 человек. В отделе технолога было человек 5, но не все они занимались именно технологией. Там были люди, которые просто подготавливали рабочие, как это по-русски будет? Процессы какие-то? Процессы на производство, чтобы никакая машина не простаивала зря. То есть они знали, сколько деталей, на какой деталях на какой машине произвести, чтобы загрузка этих производственных центров была всегда оптимальной. И один человек занимался программированием деталей, то есть ты довел до серийного производства какую-то деталь, ты даешь ее на производство, и этот человек смотрит, как ее лучше запрограммировать, как с минимальным количеством технических операций ее изготовить. Это все опять же одобрял главный технолог, то есть он смотрел со мной на чертежи, он смотрел на программу человека, который писал ее для производства. У них там было человек 5. В отделе продаж, не знаю, там человек 15, может быть, работало, может быть, меньше, там были различные должности. Отдельно маркетологи были? Они появились как собственный дивизион уже после того, как я туда пришел. То есть компания сначала была очень маленькой, чтобы содержать свой штаб маркетологов, они пользовались услугами дружной компании из той же деревни. То есть они просто аутсорсили? Да. Хорошо, ты сказал, что компания насчитывала 300 человек. Это относительные цифры, которые надо к чему-то привязать. 300 человек это много для Германии или мало, если сравнивать с другими оружейными производителями? Ну, просто чтобы по шкале понять, где это. Это очень много. На тот момент, если брать именно производителей гражданского оружия, то есть не военного, как Хекклер Кох, а именно гражданского, это была, наверное, самая крупная компания. То есть производственные объемы были такие, что этот штат сотрудников был необходим, чтобы выполнять все существующие заказы. Ну, если, раз уж мы коснулись Хекклер Коха, Хекклер Кох, я предположу, там больше 2000 человек, я думаю, меньше, там их около 800-900 человек сейчас. Девятисто, да. Ну, то есть по своему масштабу, по, я бы сказал, по, так сказать, манере ведения бизнеса, они, если с Россией сравнивать, ну, это вот старые советские заводы, там Ижевск, Тула, Гальские поляны, то есть это такие гиганты. Если с американцами, ну, это типа Кольта, может быть, Реминтона. То есть там другая философия, там другая культура, там очень многое по-другому, там бюрократия другая. Если сравнивать, например, с небольшими немецкими компаниями, я не знаю, может быть, ты владеешь информацией по цифрам приблизительным, насколько большая компания Меркель, Хейм, я не знаю, может быть, там, Манлихер, с кем ты это сталкивался? Манлихер, австрийцы, у них, я не могу сказать, сколько человек там работает, но я думаю, тоже несколько сотен, потому что они производят не только охотничьи винтовки, но и пистолеты, и автоматы для австрийской армии. На Хайме, не знаю, там от силы человек пять, может быть, работает, если не меньше, а другие компании все гораздо меньше пятидесятков человек. То есть это, как это назвать, очень маленькие предприятия, которых там несколько нишевых продуктов. А на Меркель, может быть, больше, потому что они больше производят, у них тоже достаточно широкий портфолио продуктов, но сколько их там, сто или двести, я сказать не могу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, если говорить о компании Блазер, ну, наверное, невозможно не упомянуть компанию, отставить имя Сергея Попикова, который человек, ну, во-первых, и достаточно большой конструктор, ну, а для, поскольку мы говорим все-таки на русском языке, для русскоязычных это такой пример, когда, я даже не знаю, как озвучить корректно, наши где-то там, и это пример не просто, где-то там, диссиденты, там, бла-бла-бла, там, вредины, недовольные жизнью. Это человек, который добился многого, который, ну, в общем-то, снискал себе уважение со всех сторон. Мог бы ты рассказать немножко о нем? Как ты с ним столкнулся, вот как с ним работал, что за человек? С ним столкнулся я очень просто. Когда я пришел туда на практику, буквально на второй день, услышав имя, естественно, понятно, что человек говорит по-русски, мы с ним разговорились и стали с тех пор работать практически всеми проектами вместе. Сергей Васильевич к тому времени жил более 20 лет в Германии, но ему было очень трудно выучить немецкий язык до совершенства, и человек советской закалки, ему было очень трудно понимать менталитет немцев, особенно в Южной Германии. Поэтому я зачастую был переводчиком не только в словесном смысле, но и в культурном, в более тонких материях. То есть я прекрасно знал, что хочет сказать Сергей Васильевич, и что ему хочет ответить главный инженер, но они зачастую друг друга не понимали. Поэтому я был переводчиком как бы с одного языка. Человеческого, скорее, чем языкового. Человек очень одаренный, человек прямо на голову выше всех, кто там на Блазер работал. Блазер дал ему возможность все свои мысли воплотить в металле, то, что было невозможно примерно на той же Тульской оружейной фабрике, где допуски были там плюс-минус десятка, остальное там припилить по месту. Блазер и обрабатывающие центры дали возможность делать детали, стандартные серийные детали с точностью до 2 соток, если не лучше. Поэтому он мог там раскрыть свой потенциал. Но человек, не конструктор, но человек Сергей Васильевич был не всегда и не всем удобный. То есть он мог рубануть правду матку, несмотря на мнение окружающих. он не мог так вот политически, как некоторые-то умеют, хитро подстроиться под ситуацию и всегда извлечь там свою выгоду. Этот человек оружейный конструктор, в этом плане он гений. И в этом плане я у него очень многому научился. Ну смотри, при том, в общем-то, непростом характере, тем не менее, и при том, что, по сути, так или иначе, он все равно оставался иностранцем, как минимум. Я не про наличие гражданства и паспорта, а ментально. То есть все равно это другой человек. Тем не менее, он проработал практически всю свою оставшуюся карьеру на Блазере, никуда не переходил. То есть его ценили, его держали. То есть при всех, в общем-то, издержках, так сказать, общения. Да, конечно. Он был очень замечательным генератором идей. То есть различные удароспускные механизмы, принципы запирания, вот это вот все рождалось на ура. Он очень много именно изобретал. Но, как всякий в этом плане талантливый человек, ему немножко не хватало усидчивости это все доводить до серийного изготовления. То есть сделать проект от А до Я. Начальство это когда-то поняло и использовало это по максимуму. То есть его наработки были использованы как идеи. Это все, в принципе, работает. Теория ясна. То есть детали первые изготовлены, сделаны. А потом уже какой-нибудь, в кавычках, рядовой инженер. Я тоже был среди этих людей. Доводят этот проект до ума. Окей. Хорошо, Женя. Вот работая с Попиком, ты говорил, что ты у Сергея Васильевича многому научился. А ты можешь вспомнить какие-то примеры, чему конкретно? То есть какие-то истории? Могу, конечно. Это, например, как правильно сконструировать такую простую вещь, как приклад. Например, для гладкоствольного ружья. Не просто сделать деревягу, которая будет как-то ложиться в плечо. Вот эта вся наука классическая, оружейная. Вот это вот он мне очень долго объяснял, вбивал в мою голову. Или другой пример. Как, например, сделать простой, в кавычках, простой ударно-спусковой механизм. Где расположить оси вращения. На что нужно обращать внимание. В каких местах лучше всего сделать зацепы. Под каким углом они должны располагаться, чтобы на них была наименьшая нагрузка. Для того, чтобы усилие спуска было невысоким. Такие вот азы, которые ты, как инженер, именно в этой отрасли, в институте, в моем случае, никогда не учил. Просто какие-то общие вещи были известны. Но вот и применение этих общих вещей, именно в вооруженную тематику. Это было то, чему Сергей Васильевич меня старался научить. Хорошо, скажи, пожалуйста. Именно у Германии есть такая фишка. Раз мы заговорили о спусковых механизмах. И долго присутствовало так называемые шнеллерные механизмы или шнеллеры. Если можно немножко раскрыть, что это такое. Потому что просто не все знают, что мы так популярно донесли. И, наверное, они сейчас как-то сошли немножко со сцены. Может быть, ты можешь объяснить, почему. Что такое шнеллеры? Немецкое слово шнеллер в переводе на русский означает просто быстрее. По-немецки он называется штехерапцук. Спуск. Работает следующим образом. Тут, наверное, нужно будет потом вставить какую-то картинку или что-то подобное, чтобы объяснить. Мы нажимаем на спуск. Мы тянем его вдоль кромки зацепления, пока он не расцепится с шеталом, пока не пройдет сам спуск. Этот момент, этот шнеллерный механизм просто ускоряет. Их есть два вида. Немецкий и французский. В немецком, если кто видел на фотографиях, это два спуска на охотничьей винтовке. Что это? Два спуска. Два спуска, да-да. Одним из них этот шнеллер взводится, с другим он освобождается. Есть так называемый французский шнеллер, где спусковой крючок просто отжимается вперед. При таких механизмах пружина переходит в определенную мертвую точку, и этот спуск настраиваемый. То есть переход за мертвую точку можно настроить. И потом малейшее касание приводит к тому, что спуск переходит в мертвую точку, по действию пружины вращается назад с силой, тем самым бьет по шепталу и очень быстро его освобождает. То есть шнеллерный механизм срабатывает быстрее, чем обычный спуск, из-за того, что там одна деталь бьет по спуску и освобождает шептала. Но в последнее время от них стали почти все отказываться. Почему? Потому что уровень обработки металла настолько вырос, что стали возможными зацепления там меньше десятки, которые надежно работают, которые по качеству характеристики спуска не уступают вот этим всем шнеллерным. Плюс шнеллер не совсем безопасный. То есть старый дриллинг или любой карабин, поставленный на шнеллер, мог срабатывать от малейшего удара, от малейшей боковой нагрузки, потому что там абсолютно нестабильная система. Встряска, да? Да. Встряска, любая вещь. Поэтому от них последние 10-15 лет все больше и больше отказываются. Они, по сути, уже не нужны, потому что есть обычные спуски, которые по характеристике не уступают шнеллерам. Ну, плюс эта деталь... Если можно, я немножко со своей стороны тоже эту тему разверну. Мы из-за того, что шнеллер быстрее, мы как бы и по-русски в том числе, они назывались как спусковой механизм с ускорителем, мы как бы субъективно фокусируемся на скорости именно, на ускорении. Зачастую, как бы, одна из идей была в том, что чем больше мы давим на спуск, тем больше усилия мы преодолеваем для того, чтобы спуск произошел. И понятно, что при величине спуска выше какого-то предела, выше 2-3 кг, это достаточно серьезное усилие, и мы этим воздействием немножко сдергиваем, ну, так сказать, вносим погрешность в прицеливание. И, естественно, чем легче будет спуск, тем меньше это усилие будет влиять на всю винтовку. Конечно. Тогда возникал вопрос, если мы начинаем облегчать спуск до предела, у нас получалась проблема, что он мог от любой обчихи, там, чиха выстрелить. И возникал, ну, как бы, конфликт между вот этими вещами. Спусковой механизм, условно назовем немецкого типа, как ты сказал, с двумя спусками, применялся в том числе и в Советском Союзе. Вот кто застал винтовки МЦ-12, МЦ-13, там прям визуально видно две таких палочки. По сути, получалось, что один спуск, это рычаг-взводитель, чтобы взвести какой-то спусковой механизм, может быть, даже с внутренним курком. А второй, для того, чтобы его расщепить, очень легенько, но сорвавшийся с места курок уже, как запал инициирующий во взрывателя, уже инициировал что-то другое, более мощное, более сильное и производил непосредственно выстро. То есть, как бы, двухэтапный. А второй вариант, ну, я, может быть, где-то повторяюсь, так сказать, ну, разжевая, это переход через мертвую точку, когда все, оно выскочило, и там сила пружины уже сумасшедшая может совершить свою работу. Да, ну, спасибо, вот, интересно, я думаю, было для многих, как бы, развернуть эту тему. Хорошо, двигаемся дальше, следующий вопрос. Компания Blazer известна главным образом, ну, как бы, флагманский, так сказать, проект, это прямоходы, это карабины R-93, может быть, там, в дальнейшем менее известные, не знаю, но сейчас выпускаемые R-8, его модификация. А что еще производила компания? Ведь очень много обывателю неизвестно. И при этом Сергей Попиков, он как раз не столько по нарезным винтовкам, а сколько по ружьям был специалист. Вот можно эту тему развернуть, так сказать, донести ее? Да, Сергей Васильевич сам всегда говорил, что он практически не причастен к разработке R-93, когда он пришел на фирму, проект был готов, его первое, одной из его первых работ было создание копировального станка для производства прикладов на тот же самый R-93, то есть сам карабин уже был готов. Блазер, это немецкая фирма охотничьего оружия, у них в портфолио были и гладкоствольные изделия после того, как Сергей Васильевич создал вертикалку F-3, но с чего начиналась история компании, это были так называемые комбинированные охотничьи ружья, то есть это вертикалки, где имеется один гладкий и один нарезной ствол, либо вертикальный тройник, где был один дробовой ствол, один под большую пулю и один под маленькую пулю. Вот это вот было с началом компании Блазер, в 70-х годах они начали производство непосредственно карабинов и винтовок, то есть были однозарядные переломки К-77 и были всеразличные в кавычках болтовики под названием там SR-830-850, из которых потом родился 93-й, то есть у Блазера на состояние там на 2015 год имелись как и карабины с прямым ходом затвора, так и чисто спортивно-охотничьи дробовики, так и комбинированные ружья. Там также был штуцер с двумя рядом расположенными горизонтальными стволами, модель S2, который родился из проекта Drilling D99. В 1999 году фирма Блазер решила немножко переосмыслить концепцию охотничьего дриллинга, где рядом с под двумя рядышком расположенными гладкими стволами был нарезной ствол. Они решили эту концепцию перевернуть вверх ногами для того, чтобы один нарезной ствол очистился сверху, для того, чтобы на него можно было ставить существующий кронштейн от R-93. Убрав из этой конструкции верхний ствол, оставив только два нижних нарезных, сделали горизонталку S2. Скажи, пожалуйста, а в чем была особенность этого дриллинга, вот кроме разворотов? Потому что, мне кажется, я не специалист именно в этой области, но мне кажется, они очень активно работали по узлу запирания, по внедрению сплавов. Инновативной системой запирания в данном случае был так называемый блок Егера, который позволял жестко замкнуть возникавшие при выстреле силы на сам ствольный блок, на саму ствольную муфту. То есть блок запирал эту ствольную муфту и с нижней части, и с верхней части, поэтому было возможно сделать на этом виде оружия, как K95, S2 и D99, ствольную коробку, как это по-русски будет. Из любого материала, в частности из алюминия. В частности из алюминия, да. То есть в то время, когда классическая side-by-side переломка штуцер имеет стальную ствольную коробку, на блазере это было возможно сделать из алюминия, потому что возникавшие при выстреле силы были замкнуты на саму ствольную муфту. Я думаю, здесь можно даже развернуть концепцию немножко шире. Классическое, старое, условно говоря, оружие, это всегда запирание на ствольную коробку, на ее жесткость. Из того, что, ну вот, я уж не знаю, первое или не первое, но, по крайней мере, большинству зрителей известно, это винтовки R-15, которые ввели так называемый barrel extension, муфту боевых упоров, которая изначально сразу связана со стволом. Один раз на заводе выставлен замкальный зазор, на нее, соответственно, силовым образом запираются все усилия, а дальше ствольная коробка может быть хоть алюминиевая, какая угодно. И, ну, наверное, апофеоз этого всего, это R-93, в котором, пардон, ресивера в классическом смысле нет вообще. Там просто сзади воздух. Единственное, условно, мы можем ресивером назвать шину, к которой это все прикручено, относительно чего все движется. Но в классическом понимании ресивера нет. То есть, это вот такая замкнутая схема. И в ружьях, в том числе, эта идея была развита, и прочности севера была уже не критична. А дальше поправь меня просто, я, как не гладкосорщик, я могу ошибаться. То ли у Блайзера, то ли Меркель, кто-то развел эту тему, когда у них вкладыш, запирающий такой замочек, ходил, запирал ствол, и при желании его можно было вытащить, положить, условно говоря, в карман. Эта фишка рекламировалась у продажа в России, главным образом. Говорили, вы на охоте пить собираетесь, да? Вот заберите эту штучку, положите в карман, и уже ничего не произойдет. Уже никто никого не подстрелит. Ну, это и есть этот самый блок ягера, так называемый, в котором смонтирован сам боек. То есть, если его извлечь из оружия, оружие не будет запираться, не будет работать, потому что ударники просто не смогут передать энергию на капсулы. Понятно. Скажи, пожалуйста, такую еще вещь. Очень часто людям непонятно. Когда мы говорим об гладкостволем оружии, как правило, это либо горизонталки, либо вертикалки. Вопрос, а что там изобретать-то, собственно, что там придумывать? Ну, родили один раз там 100 лет назад, и хватит как бы. В чем так сказать? Куда мысли движутся? Мысли двигалось в основном 150 лет назад, когда английские оружейники разрабатывали различные системы запирания. Энсон и Дили, Пвердей и прочее, по которым названы либо системы запирания, либо системы срабатывания замков. То есть, там мысли двигалось. Сейчас я не очень сильно, нет, я в последнее время не занимался именно гладкоствольным оружием. Куда двигаться сейчас? Это возьмем ту же самую F-3 и ее более дешевую эволюцию F-16. Это следующая вертикалка от Блазера. F-3 получилась технически, технологически на пике возможностей, но очень дорогой, очень-очень дорогой. Поэтому когда-то была поставлена задача конструкторскому отделу сделать вертикалку более проще, более дешевой, но по качеству не уступающей F-3. И так, чтобы результаты на охоте, на мишенях по этим тарелочкам были незаметны. Извини, пожалуйста, что передаю, а все-таки F-3, а в чем гениальность? То есть, что достигнуто? Ну, вот те же два ствола, точно так же вылетает дробь. Вот, как бы, с точки зрения чайника, ну, а что вы сделали? С точки зрения чайника, чтобы это объяснить простым языком, там механизм с одним спусковым крючком, который срабатывает вне зависимости от импульса отдачи. То есть, классический вертикалка с одним спуском, у нее есть инерционный датчик, то есть, произошла отдача, маятник движется, переключает последовательность на следующий ствол. Если у тебя на нижнем, либо на верхнем стволу осечка, то второй выстрел сделать уже не удастся, потому что переводчик просто не переключится. Его нужно обязательно стукнуть прикладом от земли или просто ладонью, чтобы инерционный переключатель сработал, тогда можно сделать следующий выстрел. На F-3 это устранено, там все срабатывает от движения спускового крючка. У F-3 очень интересная система выброса гильз, так называемые, эжектора. Она взводится при открывании оружия, а не при закрывании, как на других. И освобождается в момент выстрела. То есть, там очень много всего напичкано. Я, к сожалению, не могу рассказать все детали, потому что я просто с ними не знаком. Но там для тех, кто, не знаю, 50 человек на всей планете, которые глубоко разбираются именно в этих гладкоствольных видах оружия, там вот прям вот все топ-ночь, там лучше уже некуда. Хорошо, скажи, пожалуйста, такую еще вещь. С приходом Блазера 93-го для постсоветских стрелков появился новый термин «шпан-шибер», с которым никто вообще не понимал, что это за штукенция такая, для чего она нужна. Я не знаю, Блазер был первым, кто ее принес или нет? Или трудный вопрос? Сложный вопрос, я так глубоко еще не забирался в эти дебри. А давай хотя бы расскажем, в чем концепция вот этого «шпан-шибера», то есть, в чем идея? Идея в том, чтобы непосредственно перед выстрелом, когда это необходимо, нагнетать боевую пружину, то есть, дать ей нагрузку, чтобы она могла воспламенить капсюль. То есть, по сути, это очень похоже на тот же курок того же ТОС-66 или ТОС-63. То есть, взводится оружие непосредственно перед выстрелом. То есть, если сравнивать с классическим вариантом, условно, в классике всегда как? Взводится боевая пружина, при заряжении, как правило, и для того, чтобы выстрел не произошел, ставится любого рода предохранитель. То есть, угроза существует, но мы ее пытаемся заблокировать. Лучше, хуже, насколько надежно у нас это получится, но угроза есть. И при каком-то падении, при износе деталей, в принципе, может произвести несчастный случай. А здесь, в принципе, угрозы нет. Пружина просто не нагнетена. Вы там хоть на батуте с ней прыгаете, я уж не знаю, но в этом концепте. Хоть с вертолета сбрашиваете выстрел, а просто не произойдет. Пружина нагнетается в последний момент перед выстрелом. И если выстрел стал вдруг невозможен или не нужен, так же легко оружие снимается с боевого взвода. И, насколько я знаю, эта концепция перекочевала в дальнейшем не только на карабинах, была на 93-м и на Р-8-м, но и в ружья пошла, и в комбинированное оружие и так далее. Хотя, подожди, если, сейчас вот вспомнил, если вернуться к концепции спаншибера, она на Блазер появилась, на самом деле, уже очень давно. Это вот именно комбинированные переломки 70-х годов, где, в отличие от обычных переломок, когда ты столы открываешь, у тебя все взводится. Блазер еще тогда, в 60-х, в 60-х годах стал делать вот этот вот ручной взвод. То есть ты открываешь оружие поворотным ключом, ты заряжаешь патроны в патроне, ты его закрываешь, и оно не взведено. Ты его можешь нести на плече, а выстрелы не произойдут. Непосредственно перед выстрелом ты нагнетаешь боевую пружину либо курков, либо ударников, которые потом стреляют. То есть эта концепция перекочевала из комбинированных на нарезные карабины. Хорошо. По технической, так сказать, части, по моделям мы немножко с тобой прошли. Хочется ли еще что-то добавить, или я задам следующий вопрос? Если у тебя нет больше вопросов про технику, тогда можно закончить. У меня просто нет. Ты лучше знаешь тему, может быть, тебе хочется что-то рассказать. Хорошо. Окей. Следующий вопрос. Компания Блазер, раз мы о ней говорим. Если я правильно понимаю, она находится где-то в горах, но практически там в немецкой деревне. В Придгоре-Альт. При этом работает в компании 300 человек. Сейчас уже порядка 500. Порядка 500. При этом большинство из них должно иметь либо инженерное образование, либо даже машинисты. Машинист, пардон, это не как машинист паровоза по-русски. В международной практике это как человек, работающий на машине, на станке. То есть операторы, программисты и так далее. Где в деревне набрать такое количество высокоподготовленного персонала? Это для них надо строить целые кварталы? Нет, некоторые специалисты, так как я в свое время, просто приезжают издалека, чтобы там получить работу, потому что им это нравится или просто получают там рабочий договор, выгодные условия. Большинство специалистов именно для производства, те, кто программирует фрезерные станки и прочее, они действительно из местных. Потому что в Германии очень высоко развита культура образования именно в промышленной сфере, как это по-русски будет, в ремесле. То есть машиностроение, все, что связано, это в Германии ремесло и это там очень хорошо развито, это имеет свои традиции. И даже в самой последней горной деревне есть люди с очень классным профессиональным образованием в этой сфере. Плюс фирма находится на территории федеральной земли Баден-Вюртенберг, там в основном живут швабы, которые славятся своей и скупостью, и своей хитростью, изобретательностью. Как-то смотрел передачу, что в топ-500 мировых производителей мира чего-то, то есть топ-500, входит более 100 компаний из Баден-Вюртенберга. Вот так, интересно, да. Хорошо, есть ли у нас еще какие-то незавершенные вопросы, что тебе само бы хотелось рассказать, потому что в принципе свои вопросы я уже закончил. Если можно добавить, то, что оружие блазера в России часто использовалось для каких-то соревнований, для какой-то высокоточной стрельбы, народ там жаловался, почему вот то, почему вот все. Это просто охотничьи винтовки. То, что они хорошо стреляют, привело к тому, что их стали применять для других целей, кроме как для охоты. Но компания никогда, никакими другими отраслями серьезно не интересовалась. Более того, они около 10 лет назад закрыли даже свой последний спортивный проект LRS 2, Tactical 2, потому что это было просто неинтересно и невыгодно. Фирма занимается только охотничьим оружием. Почти все конструктора и очень многие из тех, кто работает в отделе продаж или на производстве, тоже охотники. То есть в чем как бы с моей точки зрения секрет 93-го, то, что это оружие создавалось охотниками для охотников. Это было то время, когда не было еще никаких там маркетологов на фирме, не было никакого мониторинга рынка, что можно произвести, что рынок потребует. Просто ребята собрались за пивком после рабочего дня и набросали там в кучу идей, можно сделать так, можно попробовать это. И в итоге инициативой самих рабочих был создан продукт, который очень сильно изменил фирму и привел к огромному росту. Ну, со своей стороны, опять-таки, это, так сказать, это мой, может быть, там, снайперский шовинизм, там, высокоточный шовинизм срабатывает. Ну, я просто поделюсь. У меня было ощущение, что когда Блазер сделал модель ЛРС под спорт и где-то даже снайпера их применяли, это, в принципе, такая же ситуация, как у компании Zaur, у них были прекрасные традиции охотничьего оружия, Zaur 202 прекрасно себя, так сказать, показал. А потом, ну, кто-то в менеджменте сказал, а давайте мы еще кусочек, вот, так сказать, тактического рынка захватим. И Zaur сделал Zaur 3000, к которому у меня очень много претензий из реальной жизни, там, у Блазера появился ЛРС. Это такой бизнес, это NBA, там, попытка захвата новых ниш. Хорошо. Говоря, так сказать, о применении изделий, там, в других каких-то новых нишах, у меня возник вопрос в свое время. По сути, Блазер 98, ой, отставить, 93, это такая прямоходная система с ручным заряжением, но формально, ну, по ДНК, как бы, напрашивается, а почему не превратить ее в самозарядную систему? И мог бы ты как-то раскрыть эту тему? Были ли такие, судя по твоей реакции, я вижу, что есть что сказать. Да, конечно, были идеи превратить эту концепцию в самозарядное оружие, потому что преимущества очевидны. У тебя нет никаких вращений, у тебя только продольно передвигающиеся детали. Та же самая распорная филка в R8. Но, проработав много лет над созданием дробовика с такой системой запирания, мы пришли к выводу, что это не работает. То есть, когда это замечательно работает на балдовике с ручным приводом, ты открываешь затвор, когда давление парковых газов уже давно истекло и равняется нулю. На самозарядном оружии отпирание всегда происходит при остаточном давлении. На гладкостольном оружии это около 200-300 бар. И когда произошло отпирание, затвор испытывает давление через донцы гильзы в направлении стрелка по вектору отдачи. И это приводит к тому, что то, как работает цанговый затвор, приводило к тому, что он, открывшись принудительно, пытался снова закрыться. Потому что, если у кого есть 93-й и R8, попробуйте надавить о 93-м спереди на личинку и посмотреть, как по конусу распирается сразу цанга. Вы же ее пытаетесь распиреть. Да, да. И поэтому при выстреле, когда происходило отпирание, начинался откат и начиналась от давления газов через донцы гильзы попытка раскрытия цанги. Это приводило к тому, что эта цанга работала в пределах 300-500 выстрелов и потом один из лепестков обрывался, а если оторвался один, то вскоре последуют все остальные. Да, уже лавинообразный процесс. Да, да. То есть, поработав более двух лет с таким принципом запирания, мы испробовали все, что было можно в разумных пределах. Можно было, конечно, заставить эту работу, создать какую-то втулку, которая наезжает на цангу, ее перекрывает, но это уже было бы не охотничье оружие. Некрасивое, не изящное, не легкое. Это был просто функционирующий прототип механики, который воплотить в охотничье оружие было бы невозможно. В итоге, на самозарядном оружии мы пришли к тому заключению, что эта система не работает и дальнейшие работы на этом дробовике были переведены на классический поворотный болт. Хорошо. В каком году ты покинул компанию? Я покинул компанию в 2016 году, в начале 2016 года. То есть, это уже достаточно давно. Но ты как-то поддерживаешь отношения? Что у них, так сказать, в парковницах? То есть, куда движется все? Или сейчас бизнес так законсервировался, условно говоря, и просто в сторону увеличения объемов работает? Отношения, конечно, поддерживаю с бывшими коллегами и просто знакомыми. Но, естественно, никаких секретов я больше не узнаю ими не владею. И это нормально. Очень многое из того, что 10 лет назад разрабатывалось, было в каких-то там прототипных стадиях, просто было заморожено. После смены руководства оно там тоже менялось. То есть, компания тоже пошла через относительно турбулентные времена. Такое ощущение, но это лично мое мнение сейчас, основанное на анализе открытых данных там с того же интернета, что они производят, куда они движутся. То, что они пытаются просто максимировать, как бы это глупо не звучало, максимировать прибыль на том, что есть. То есть, серьезными разработками там никто не занимается, ничего такого нет. Р-8 появился на рынок 14 лет назад. Не видно даже близко, чтобы появился его последователь какой-нибудь. То есть, этого не видно. Блайзер пытается извлечь из этого комплекса Р-8 максимальную прибыль. Но и даже если это одна из лучших винтовок, если можно так сказать, для охоты, но ее успех когда-то заканчивается, тоже когда-то наступает насыщенность рынка, и нужно предлагать что-то новое. Что-то новое там сейчас наверняка производится. То есть, эта фирма не может себе позволить ничего не делать нового. Просто эксплуатировать старое до последних, выжимая все до груста. Что-то делается, но что пока неизвестно. Добро. Спасибо большое. Очень интересная была беседа. Ну и на этом, наверное, прощаемся. Спасибо и пока-пока. Благодарю. Пока.